Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. В областном суде озвучили детали обвинения по делу об убийстве Кенишемки Есенией Лобаковой. С 23-летней медсестрой жестоко расправился собственный муж. Он издевался над ней целую ночь. В Иванле продолжается обсуждение проекта новой пассажирской маршрутной сети, который совсем недавно был доработан и представлен на общественное обсуждение. В этот раз руководство департамента транспорта решило выслушать мнение студента вузов. Что говорит молодежь, мы услышали. Научно-практическая конференция посвящена методам борьбы со стрессом. Новые реалии, новые методы. Психиатры, психологи, психотерапевты объединяют усилия. Медико-психологическая помощь участникам СВО и членам их семей. Небольшая коррекция помогает человеку найти правильный путь. Небольшая фабрика «Томно» успешно развивает производство рабочих перчаток. Здесь уже трудится более 300 человек. В ближайших планах запуск отделочного производства. На ФОК-арене прошли первые межвузовские соревнования по плаванию. 6 вузов и 30 комплектов наград. Все подробности совсем скоро не пропустите. А также не пропустите «Люди гибнут за металл». Подробности детективной истории кражи с предприятия. Чистомэн вышел на тропу. Фурмановский экоактивист Миша Сонин против гололеда. Об этом и не только через несколько минут. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В прямом эфире Алина Марачева. Добрый вечер. Станислав Воскресенский рассказал на третьем конгрессе молодых ученых об уникальности нашего кампуса, который, напомним, планируют создать на базе Большой Ивановской мануфактуры. Конгресс проходит в Федеральном образовательном центре «Сириус» в Сочи. Глава региона Станислав Воскресенский в рамках панельной дискуссии «Создание сети современных кампусов. Передовая инфраструктура для научно-технологического развития страны», рассказал об уникальности нашего кампуса – образовательного центра «Большая Ивановская мануфактура». Министерство науки и высшего образования отметило команду Ивановской области, работающей над проектом «БИМ» наградой за готовность к нестандартным задачам и творческий подход. Награду вручили губернатору. При обсуждении проекта «Создание современных кампусов» отметили, что Ивановский центр – один из 25 кампусов мирового уровня. Особо подчеркнули, Ивановский центр «БИМ» станет сердцем города. Станислав Воскресенский отметил, что основная задача – создать такой кампус, чтобы он стал не только главной достопримечательностью областного центра, но и ассоциировался с центром высшего образования федерального уровня. Будущий образовательный центр должен стать лучшим в стране, отметил губернатор, по трем-четырем направлениям по соотношению цена-качество. «Где у нас появится кампус? Город Иваново-Изнесенск возник по причине создания очень крупного по меркам Российской империи производства Большой Ивановской мануфактуры. Это не просто сердце города, это действительно такой наш Кремль. К сожалению, это здание стоит в руинах после развала Советского Союза. И вот Владимир Владимирович, когда у нас был в регионе в 2020 году, как раз его была идея, что на этом месте должно возникнуть что-то в сфере образования и культуры». А вот в помещениях бывшей фабрики Томна успешно развивают производство рабочих перчаток. В феврале помещения перешли к новому собственнику – компания «Лидер ТЭКС». В цехах уже трудится более 300 человек. Восстановили предельную в планах запуск отделочного производства. Подробности расскажет Марина Зенина. О ликвидации предприятия на Томне узнали 5 октября прошлого года. Прежний собственник сообщил, что фабрика нерентабельна. Сотрудников новость шокировала. Около 400 человек оказались под угрозой увольнения. Они обратились к главе района. Написали губернатору Станиславу Воскресенскому. Благодаря тому, что активно к этому вопросу подключился Станислав Сергеевич Воскресенский и экономический блок правительства, был найден ответственный инвестор, который сейчас развивает здесь свой новый инвестиционный проект. Сюда было завезено новое оборудование. Восстанавливаются цеха. Начали возвращаться и сотрудники. Еще летом в цехах трудились 100 человек. Сейчас более 300. Они обслуживают 642 вязальных станка. Оборудование полностью автоматизированное. Станки на производстве китайские. Один такой за 2,5 минуты выпускает перчатку. Эти машины их еще и складывают, что позволяет в разы увеличить производительность труда. Общие объемы производства компании выросли на четверть. Перчатки продают по России и в страны ближнего зарубежья. К концу года объемы планируют увеличить до 6,5 миллионов пар в месяц. Состояние промышленного объекта было близко к аварийному. Поэтому значительные средства мы были вынуждены вкладывать в ремонт и восстановление здания. И сооружение, естественно, этой фабрики. Летом мы возродили на томне ткацкой производства. Сейчас в работе 74 станка. В развитии томны мы вложили около полумиллиарда рублей. Надежда Каберова на фабрике с 1987 года. Ткачиха со стажем, но идет в ногу со временем. С приходом лидер ТЭКС переучилась на оператора визуального оборудования и привела на фабрику дочь. С февраля месяца по марку мы ездили учиться. В апреле мы уже запустили здесь у нас в родных стенах. Здесь зарплата одна из высоких, в кинишме. Некоторые за такую зарплату в Москву ездят на вакцию. Стала мастером визуального цеха. В принципе, все нравится. Все дается легко. Ну, конечно, не сразу. Работа все равно тяжелая. Есть нагрузка. Мама правильно говорит. Нагрузка на мышцы – это тяжело. Но ко всему можно привыкнуть. В планах руководства возобновить отделочное производство. Его здесь не запускали больше 20 лет. До конца года число сотрудников вырастет до 400. А в 2024-м здесь планируют создать еще как минимум 100 рабочих мест. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Уголовное дело о хищении крупной партии металлических изделий с предприятия поступило в Советский районный суд города Иваново. Мы достаточно подробно рассказывали об этом преступлении в нашей программе «По горячим следам». Но само уголовное дело любопытно тем, что воришек выявили и сумели изобличить сами сотрудники организации. Криминальную схему похищения имущества придумал один из работников предприятия. В течение нескольких месяцев он с подельниками вывозил металлические листы. Когда изделий накопилось на сумму в 3 с лишним миллиона рублей, были сформированы фиктивные коммерческие предложения от одного из российских заводов. И металл продали тому же предприятию, с которого он и был похищен. Попались расхитители при попытке провернуть такую схему повторно. Руководство заподозрило хищение листов своими работниками. Обратили внимание, что регулярно около двух ночи отключается некоторая камера видеонаблюдения. И в это же время происходит отгрузка и вывоз товара. Решили брать преступников с поличным. Тем более, что их сумели вычислить. По ночам возле ворот было организовано дежурство. Когда машина с очередной партией похищенных листов выехала с предприятия, позвонили в полицию. Злоумышленников задержали. Обвинение в краже, совершенное организованной группой, предъявлено троим. В областном суде в среду озвучили детали обвинения по делу в убийстве Кинишемки Есения Лобакова. Из 23-летней медсестрой жестоко расправился собственный муж. Ранее молодая женщина обращалась в полицию с жалобой на то, что супруг грозится зарезать ее. Предупреждаем, репортаж не для впечатлительных зрителей. В прошлый раз Михаил Лобаков закрывал лицо от видеокамер, больше не прячет, но против съемки возражал. Суд разрешил ее в начале процесса, при оглашении обвинения и в финале. Прение, последнее слово, приговор. Обвинение представляет областной прокурор. Преступление исключительное по своей жестокости. Лобакова вменяют два эпизода. Угрозу убийством жене в ноябре и январское убийство. Всю ночь на Старый Новый год подсудимый издевался над супругой. Она была парализована после одного из первых ударов ножом в шею, лежала на полу, оставалось в сознании. Однако побои и удары продолжались. Вилками и кухонными ножами не менее 41 удара, ногами не менее 20. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Лобаков на протяжении длительного периода времени, вплоть до 11 часов 9 минут 14 января 1923 года, лишил Лобакову пищи и воды. Лобаков глумился над потерпевшей, применил перцовый баллончик, брызгнув на левую часть ее лица, вылил на лицо потерпевшей уксусную кислоту 70%. А в ответ на ее просьбу оказать помощь и дать воды, Лобаков помочился на нее. Лобаков отказывался вызывать скорую. Говорил Есения, что расчленит ее и выбросит части тела в Волгу. О страшной ночи женщина успела рассказать полиции и медикам. После спасения из комнаты пыток она прожила чуть больше 10 дней. Правоохранители на месте преступления оказались практически случайно. Лобаков утром позвонил по WhatsApp знакомому поговорить насчет работы и посоветоваться по поводу пострадавшей от его рук Есении. Показал лежавшую на полу и накрытую окровавленной простыней супругу. Женой знакомого оказалась участковая полиция. В течение часа она пыталась разговорить Лобакова и выяснить его адрес. Узнав, вызвала наряд. Подсудимый в суде заявил, что вину в убийстве признает лишь частично. Да, я наносил эти удары, я спорить не буду, но она первая снова взяла ноту. Она до этого как бы меня резала, да, там вот все как бы знают, там протоколы есть. Уголовный дел мы ее заводили, там просто она меня там с балкона... Давайте вот пора, я вам предоставлю возможность впоследствии дать показания по существу предъявленного обвинения. То есть вы признаете, что совершали эти действия, но в ответ на ее действия, связанные с применением ножа, все правильно? Да, она взяла первую ножку повторную. Вину в ноябрьской угрозе убийством Лобаков отрицает. Говорит, услышал об этом уже в январе. До этого его никто не допрашивал. Между тем известно, что перед Новым годом по поводу очередных угроз Лобакова в полицию поступало еще одно заявление. Возбуждение дела было отказано. Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного. В биографии, к тому же, есть судимости за грабеж и ложные сообщения о теракте. Проверка также проводится по факту возможного бездействия сотрудников полиции. Она еще не завершена. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Завершено расследование уголовного дела об убийстве сотрудника Департамента дорожного хозяйства и транспорта в прошлом январе. Но преступление не было связано с профессиональной деятельностью Павла Федосеева. Обвинение предъявлено сожителю бывшей жены чиновника, 28-летнему Хачатуру Тарханяну. По версии следствия, Тарханян предложил Федосееву встретиться у 12-го дома на улице Кузнецова вечером 18 января. И уже там застрелил его из пистолета Макарова. После убийства Тарханян скрылся в Армении. Каким-то образом он пересек границу с оружием. Однако позже его задержали и экстрадировали в Иваново. Сейчас обвиняемый в убийстве и незаконном приобретении оружия находится в СИЗО. Обвинение Тарханяну предъявлено по двум статьям. Убийство и незаконное приобретение огнестрельного оружия. Уголовное дело расследовано и передано в суд. Условный пожар произошел в Центре культуры отдыха в Иванове. По легенде, на сцене замкнуло электрооборудование. Спасатели отработали возможный сценарий распространения огня в здании. Внимание! В здании сработала система противопожарной защиты. По декорациям условный огонь стремительно перекинулся в зрительный зал. Произошло задымление. На сцену опустился противопожарный занавес. Для временного предотвращения распространения огня здание обесточили. Как оказалось, из помещения не успели выйти пять человек. Один из них самостоятельно пытался потушить пламя. Первая команда спасателей отправилась на поиск людей со стороны сцены. Две другие осматривали зрительный зал и охлаждали противопожарный занавес. Оператор-беспилотник обнаружил на крыше человека в бессознательном состоянии. Чтобы вызволить потерпевшего, установили автолестницу. Спасатели разыграли два способа спасения пострадавшего с крыши. В ходе учений также отработали оперативную замену насоса резервным пожарным автомобилем. В подвале центра также произошел условный инцидент. У спасателей отказали средства защиты. Чтобы их вывезти, сформировали еще одно звено специализированной части. Отработано спасание людей, также тушение пожара. И отработаны разные нестандартные способы и ситуации, которые могут произойти при тушении возможных пожаров. Замысел учений выполнен в полной мере. Благодаря слаженным действиям, всех, кто находился в здании, эвакуировали. Условный пожар ликвидировали. В учениях было задействовано 13 единиц техники и 63 человека личного состава. Сейчас у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. В Иванове продолжается обсуждение проекта новой пассажирской маршрутной сети, который совсем недавно был доработан и представлен на общественное обсуждение. В этот раз руководство департамента транспорта решило выслушать мнение студента вузов. Что говорит молодежь? Мы услышали. Небольшая коррекция помогает человеку найти правильный путь. Интеркомтел в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Это программа «Губерния». Мы продолжаем. Новая транспортная схема вновь стала предметом для публичного обсуждения. На этот раз со студентами они занимают значительную долю в пассажиропотоке. С учащимися вузов встретился начальник областного департамента дорожного хозяйства Дмитрий Вавренчук. Он выслушал замечания, предложения молодежи. Что же чиновник взял на заметку, расскажет Владимир Еремин. Транспортную схему ивановской агломерации, вновь обновленную и дополненную, общественности представили в начале ноября. В департамент дорожного хозяйства поступили тысячи обращений. Изменения вносили на их основе. Теперь очередная встреча. И, похоже, проект опять придется корректировать. Что мы имеем на сегодняшний день? Тот транспорт, который у нас есть в городе, он никому не нравится. Это старые, некомфортные, небезопасные маршрутки, по большому счету. Вечером после 8 часов сложно уехать, особенно в отдаленные районы. А город у нас студенческий. В частности, студенты обратили внимание, что на карте города появились новые улицы, а часть маршрутов и вовсе исчезнет. Речь идет о микрорайоне Авдотина. Я живу в таком районе, где у нас так 4 маршрутки ходят, и из них, так сказать, очень хорошо ходит 18 маршрутка. Но на 18 маршрутке мы только максимум можем добраться до Пушкина, а потом дальше надо перепрыгивать постоянно на какие-то разные транспорты. Плюс мы больше тратим на проезд денег. Еще одна проблема, которая интересовала студентов – время работы транспорта. Среди младых людей немало тех, кто живет в отдаленных районах, либо в пригороде. Сейчас по вечерам транспорт работает плохо или вообще не работает. Пожеланий много, и вообще некоторые изменения не очень понятны, потому что, ну, некоторый транспорт просто убрали. Хоть он станет и больше, но интервал как бы 10-15 минут, это все равно нужно ждать. И, ну, не факт, что ты влезешь все равно в этот транспорт. И даже если он станет больше, оттуда из середины даже будет сложно выйти. Как таково, это затрагивает такие изменения, но у меня не особо. То есть, вот единственное, 150-е, когда часто его, если использую от колледжа, чтобы домой доехать, это будет намного дольше, чем раньше. Вот. И сказали, что не будет изменения в интервале между маршрутами. То есть интервал полчаса для меня много, на самом деле. Коэффициент пересадок при новой схеме вырастет. Дмитрий Вавричук отметил, что их придется делать многим. Но есть и хорошие новости. Пересадки планируют сделать бесплатными, а их число минимальным. У нас должны быть комфортные автобусы, в основном большие, четкое расписание, охват всего города и работа транспорта с утра до позднего вечера. Чтобы транспорт в Иванове, наконец, заработал по правильной схеме, Департамент дорожного хозяйства планирует внести существенные изменения в экономическую модель самих перевозок. Для бизнеса в новом году будет введена контрактная система. Как раньше, право на выгодный транспортный маршрут и доходная работа исключительно в часы пик уйдет в прошлое. Обсуждение транспортной схемы до конца года будет продолжено. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». На базе медицинской академии начала работу конференция, посвященная актуальным вопросам оказания медико-психологической помощи участникам СВО, членам их семей. Ведущие психиатры и психологи поделятся с коллегами опытом, обсудят новые реалии работы со стрессом. Репортаж Ирины Афониной. В современном мире человек часто сталкивается со стрессом. Иными словами, жить стало весьма непросто. Организм, к примеру, реагирует на стресс с заболеванием. И поэтому с этим явлением необходимо бороться, что называется, в зародыше. Проблемы обсуждают на научно-практической конференции. Данная конференция имеет несколько задач. Это и рассказать слушателям о современных реалиях работы со стрессом, потому что современная жизнь бросает множество вызовов. И многие вызовы появляются вновь. Специальная военная операция сегодня, пожалуй, один из основных факторов влияния на появление чувства тревоги, раздражения, стресса. Велик поток информатизации используются новые цифровые технологии, что накладывает также ответственность на психолога, психиатра, психотерапевта, овладевать новыми знаниями, новыми компетенциями, новыми умениями, новым оборудованием. В ноябре 2022 года по инициативе Департамента здравоохранения в регионе заработал телефон доверия для дистанционной психологической помощи. Главный внештатный психиатр области Елена Руженская в круглосуточном режиме одной из первых общалась с теми, кто нуждался в консультации. Вначале это были жены, вдовы, участников СВО. Сегодня из зоны конфликта возвращаются сами военные. Помощь требуется им и их родным. Воина в первую очередь волнует то, что они не могут рассказать, то, что их не понимают, то, что они приехали здесь в другую жизнь. Иногда очень часто они не понимают, почему она продолжается, она мирная, хотя вот такое происходит. В свою очередь, к примеру, жен волнует, почему изменился человек, стал более возбудимым, неоткровенен, ведет себя как чужой человек. Именно в такой ситуации и требуется помощь психолога, психиатра. В 23-м году, в апреле, одни из первых в России, мы открыли уже своеобразное поликлиническое звено оказания помощи. Здесь кабинет психиатра, психотерапевта и медицинского психолога. Центр медико-психологической поддержки участников СВО и членов их семей открыли на базе областной психиатрической больницы «Богородская». Его возглавила Елена Руженская, а сам центр располагается в здании госпиталя на улице Демидова. Зачастую люди приходят на реабилитацию после каких-то заболеваний, восстанавливают свое здоровье у разных специалистов, но и игнорируют консультации психолога. Я думаю, что психолог нужен всем и нам, и вам. В любом случае, просто проблемы разные. Без помощи этих специалистов лечение может быть и не столь успешным, комментирует доктор. Председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев вручил Елене Руженской почетную награду, знак «Общественное признание» за работу, за поддержку участников СВО и их близких. Сегодня мы прекрасно понимаем, что это, наверное, одна из самых главных задач в нашей стране. Действительно, сегодня депутаты городской думы, администрации города делают все для того, чтобы поддержать наших защитников и не только отправлять туда гуманитарные грузы. За год по телефону доверия за помощью обратились более тысячи человек. 50 прошли курс реабилитации на базе нового центра поддержки. 30 получили лечение в отделении невроза в стационаре в Богородском. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». В рамках ежегодной спартакиады студенты шести ивановских вузов сразились на плавательных дорожках. Кто всех быстрее, расскажет Юлия Семина. В бассейне «Фока-Арена» студенты ивановских вузов впервые. Здесь ребята из Академии МЧС, Госуниверситета, Политеха, Энерго и Хима. В заплыве участвуют и будущие врачи, студенты Ивановской медакадемии. Соревнования лично командные. Дистанция 50 метров вольным стилем. Арсений Михалин плавает в 7 лет. Уже в 15 выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Из-за поступления экзаменов любимое дело поставил на паузу. Бросил не навсегда. Теперь плавает просто для удовольствия. Вместе с другими студентами представляет Ивановский политех. Ну да, автомат по физре дают мне. Ну а вообще у нас есть в политехе дневник достижений. Там уже со второго семестра начинается, там его заполняешь. И вот баллы, которые в дневник достижений идут, за них они суммируются. И дополнительная стипендия, короче, идет. А в этой четверке готовятся к старту студентка Химуниверситета. Ситуация та же. Экзамены и учеба, плавание пришлось бросать. Сейчас я нашла себя снова в плавании, потому что я могу теперь плавать от вуза. На свой любимый вуз. И стараюсь изо всех сил снова в плавании. Какие сегодня результаты у тебя? Ты довольна собой? Да, в принципе, после какого-то перерыва я довольно неплохо прыгнула, я считаю, очень даже хорошо. А вот это уже стапета 4 по 50. Ребята из одного вуза создали команду. Так прямо сейчас плавают студенты из Ивановского государственного политехнического и из Академии МЧС. Соревнования проходят в рамках ежегодной спартакиады. Кроме плавания, ребятам предстоит состязаться в баскетболе, шахматах, настольном теннисе, легкой атлетике. Всего 14 дисциплин. Но соревнования по плаванию в тур спартакиады включили впервые. И они, по словам судьи, оказались удачными. Но кое-чего все-таки не хватало. Комплекс очень приятный, очень красивый, так будем говорить. Раздевалки все очень приличные, все очень чистенько, красивенько. Наверное, единственное, что не хватает зоны для зрителей. То есть у нас поступали запросы от вузов, когда мы готовились к этим соревнованиям, что вроде бы хотели, чтобы были зрители. Но у нас, к сожалению, такой возможности нет просто из-за того, что здесь нет этой зоны. Произыграли 30 комплектов наград. Результаты соревнований идут в общекомандный зачет спартакиады. По итогам года складываются баллы. После определяют вуз победитель. Награждение проходит, как правило, 20 сентября, день студенческого спорта. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Жители Фурманова продолжают внимательно наблюдать за тем, как местные чистомены улучшают общественные пространства. Сейчас активист решил помочь коммунальщикам в борьбе с гололедом. Я это в борьбе, потому что это народная церковь, и по ней много ходят людей. О необычном волонтере мы уже рассказывали. Напомним, Михаил Сонин – человек с ограниченными возможностями здоровья. По зову сердца, без помощников, наводит чистоту в родном городе уже около пяти лет, несмотря на инвалидность. Жители прозвали его чистоменом. До недавнего времени фурмановский активист собирал мусор. После недавних капризов природы вышел на улицы райцентра бороться с гололедом. На этот раз Михаил решил посыпать дорожку к местной поликлинике песком, которую ему любезно предоставила городская администрация. Благодарности ни от жителей, ни от власти эко-волонтер не просит, но доброму слову всегда рад. Согласно оперативному прогнозу, на территории Ивановской области ожидается местами метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Что еще ждать ивановцам в ближайшие сутки, расскажем прямо сейчас. Внимание, внимание! Еще одна замечательная акция для посетителей текстильного центра Рио. При совершении покупок от 1000 рублей вы можете обменять свои старые полотенца на новые махровые. Все очень просто. Просто приходите, просто обменяем. На инфоцентре Рио. В четверг в регионе нас ждет пасмурная погода и снег. Температура воздуха днем минус 1,3 градуса. Ветер восточный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Резких температурных изменений, по прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели не ожидается. Временами небольшой снег. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это вайбер и телеграмм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова НЕС или звоните на горячую линию 587777. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения.